Всем привет, вы на канале SEO Quick и мы продолжим наши сборы семантических ядер и в этом видео я научу вас сделать структуру. Как делается структура под сайт, как правильно выбираются ключи и вообще что с этими ключами нужно делать. В этом видео я расскажу как делается структура сайта, как продумывается алгоритм структуры, на что нужно обращать внимание на очень простых вещах. Мы в прошлый раз рассматривали анализ конкурентов, изучение откуда черпать идеи для семантики, и как в кустарном режиме собрать семантическое ядро и буквально разложить ее сразу по будущим страницам по группам. А сейчас я расскажу как формируется структура сайта, как учитывается, какие страницы должны быть на каком уровне и много чего другое и какие элементы забыть нельзя. Оставайтесь с нами, меня зовут Николай Шмичков и я расскажу как делать структуру сайта. Давайте разберем, что такое структура сайта. Собственно, по поводу структуры сайта здесь несколько мнений, то есть вы должны понимать, что это такое. Вот это такая смысловая, собственно, иерархия страниц, которую мы отражаем в нашей системе навигации по сайту. И она действительно это смысловое, это она должна выглядеть иерархично, то есть в целом, то есть это есть главная страница и есть переходы на другие подстраницы, которые являются важными в иерархии главной страницы. Каждый из подстраниц могут содержать чуть ли не целые подсайты, но общая иерархия прослеживается в виде пирамиды. И, конечно же, здесь вот, например, в этой статье рассказывается пример сайт компании, который состоит из главной страницы, собственно, страницы о нас, услуги и контакты. И, собственно, вся иерархия, она действительно отражается во многих элементах сайта, как действительно хлебные крошки, меню, категории, то есть и общая структура ссылки, то есть, само собой, это все видно. Ну и, конечно же, структура выделяется еще и в карте сайта, которая XML Sitemap. По поводу карты сайта у нас есть видео на канале, я рекомендую, конечно же, его посмотреть и, конечно же, по карте сайта есть большая статья и подкаст, которые тоже советуем изучить. И по поводу хлебных крошек, точно также мы говорили, есть обзоры множества интернет-магазинов, я рассказывал про хлебные крошки, что они могут выглядеть визуально иерархией, хотя, как таковой, вроде бы, структурной иерархии, сайтовой иерархии по ссылкам там нет. Но логичная структура тоже прослеживается. Собственно, структура можно создать несколькими способами. Яркий пример, как вот здесь нарисовано а-ля на бумажке. Собственно, нарисуем на бумажке и все, и дело с концом, и все, поехали. Можно, конечно, сделать в Excel. Да, многие делают в Excel, почему бы и нет, взять, сделать иерархию в Excel. Мы вернемся к нашему прошлому проекту, который мы считали. Вот у нас есть наши страницы, вот у нас есть наши выбранные страницы. Мы берем, удаляем дубли сейчас из нашего списочка и оставляем, как говорится, вот наши категории наших страниц. Конечно же, можно легко расположить наши категории. Вот, например, главное уходит у нас начало. Женские, допустим, мужские, детские, они уходят категория по полу, то есть, допустим, то есть, например, у нас будет категория пол, и вот они будут здесь находиться. Материал у нас будет находиться, вот, допустим, здесь. Фабричные, допустим, конкретные фабричные здесь, мех здесь. И, допустим, какие-то особые варианты отделки здесь. То есть, вот у нас, условно говоря, сегментация идет по полу, сегментация по материалу и сегментация по, как его называется, по видам, отдельным видам. То есть, пол, материалы, вид. То есть, например, человек может выбрать это в виде фильтров. Эти фильтры будут реализованы в виде иерархии. И, пожалуйста, вот в Excel готовая карта. Почему бы и нет, все очень просто. Вот, ну, взяли ее сейчас и создали. Кто не смотрел прошлое видео, я рассказывал, как собирать это семантическое ядро. Но на самом деле все чуть-чуть сложнее. Да, давайте как чуть-чуть разберемся, как надо правильно отражать все эти страницы первого, второго уровня. То есть, и разбивать. И как реализовывать структуру сайта. Реализовать структуру сайта можно в адекватных CMS. На самом деле делается это через разделы. Меню каталог, допустим, у того же на платформе Recommerce это реализовано там, например, через меню каталог. В WordPress аналогично создаются рубрики и подрубрики, и материнские под дочерние рубрики. Точно также можно у e-commerce плагина тоже настраиваться. На OpenCart там вообще структура каталога заложена изначально в общую логику работы сайта. Ну и, собственно, на что нужно обратить внимание. Какие существуют программы для создания структуры сайта. Программы для создания структуры сайта действительно будут разные. И, конечно же, мы посмотрели, решили одну из них, в которой можно сразу подписывать структуру сайта. Здесь можно писать, сразу делать будущий план, что здесь будет за контент, допустим, на какой странице. Вот здесь можно добавить блоки, то есть вы можете написать все, что угодно здесь, то есть о чем будет эта общая структура страницы и сделать ссылочки на них. Вот и добавить страницы, которые у нас будут. Это у нашего будет главное, к примеру. Сервис, который я сейчас рассматриваю, это Octopus.do. И здесь мы пишем главное. У нас будет страничка каталога. У нас будет страничка о нас. Да, я совсем забыл сказать про эти самые служебные странички контакты. И, конечно же, там доставка. Ну и не забываем, что есть еще оплата. Гарантия. Откуда брать эту всю структуру? Конечно же, мы возвращаемся в прошлой системе, нам надо брать ее из конкурентов. Изучая сайты, которые мы смотрели, мы можем посмотреть, какие структуры у них есть. Как купить отзывы, контакты. Как купить, это гайд покупателя. Допустим, мы создадим такую страничку, как купить, назовем не оплата, как купить. Потому что оплата как-то, возможно, неинтересна. Отлично, как купить. У второго конкурента смотрим. Контакты, о компании. Все, больше ничего нет. Этого я уже смотрел, о компании. Партнеры, отзывы. Вот это интересно. Вот мы сейчас берем и добавляем такой, так называемый, о компании. Допустим, здесь мы добавим партнеры, партнеры, отзывы, сертификаты и, конечно же, пресс-анас, пресс-релизы. И здесь вот как купить. Вот здесь можно сделать подразделы. Почему бы и нет, мы можем легко сделать такие подразделы. Так, давай мы тебя удалим. Вот так удалить. Ага, вот так вот удаляем. Как купить, мы здесь сделаем подразделы, как выбрать. Вот я увидел у конкурента страничку неплохую. Как выбрать унты и как снять мерку. Ну и сразу же, как снять мерку. Эти две странички однозначно нужны. Скорее всего, они пригодятся вам для того, чтобы консультировать покупателей в режиме чата, потому что поколение Z любит чаты, с ними нужно общаться в чатах, в вайберах, в ватсапах, в любых мессенджерах. Они любят чаты, поэтому писать нужно только в чаты. И поэтому я рекомендую структуру прописывать сразу заранее. То есть вы должны учитывать эту структуру заранее. Доставка и, само собой, у нас есть еще раздел гарантии. Да, вот они вот здесь находятся. Давай переезжай. Что за сервис? Сервис я на самом деле им не пользуюсь, но мне он понравился тем, что он условно бесплатный. Вы можете им воспользоваться. Действительно сервис достаточно интересен. 14 дней дается бесплатно. Можно работать, создать сайт за 14 дней. Думаю, вам будет достаточно. Крупным сайт-отделом понятно, что есть смысл программу покупать. Здесь же можно сразу задумать структуру страниц, какой будет контент, какие будут категории. Ну, например, у нас в каталоге, да, у нас будут по полу у нас, то есть какие будут виды умтов. Потом у нас пол, материал, виды. То есть пол, синий на синий, видно не очень хорошо. Пол. А что это? Ага, это wireframe. Это какие-то. Нет, у нас будет, скорее всего. А, это провод для интернет-магазина, тут прошлое все. Ну, окей, бок с ним, пол, материал. То же самое такое, давайте. И отблок виды. Ну, здесь у нас футер, само собой, который тоже должен быть везде одинаковый, то есть везде один и тот же. Ага, он переезжает, переносится. Ну, блоки, само собой, прописываете. Здесь понятно, какие блоки вам не нужны, убираетесь там, топ-товары продумываете. Все это продумывается конкретно страницам. Для каждой страницы делается отдельный будущий план. Это довольно-таки условный такой метод, но, как говорится, пригодится для создания. То есть, как работать с ней, с этой структурой, понятно, что можно сделать на эти более серьезные сервисы, которые позволят это делать. Вот я просто решил вам показать, как это выглядит. Друзья, привет. Мне только что сказали, что я все ближе и ближе подхожу к камере, поэтому я чуть-чуть отдалюсь. Меня зовут Руслан Байбеков. Я продакт-маркетинг-менеджер, специалист в области диджитал-рекламы. И сейчас хочу поговорить о том, как строить структуру сайта, что это вообще такое и как этим заниматься. Структура сайта нужна для чего? Во-первых, она решает очень важную проблему. Она поможет вам разместить большое количество запросов, которые собрали вы или какой-то специалист, да, собрал на семантическое ядро. Поможете их распределить грамотно и правильно на страницах вашего сайта. Ну и второй важный момент – это правильно. Структура – это правильно. Структурированность – это правильно. Вот даже для того, чтобы записать это короткое видео, я вот структурировал все это и вот буду вам рассказывать по структуре, которую накидал. Итак, что мы делаем? В первую очередь, я не буду рассказывать сейчас про подбор семантического ядра, как это делать, да, а мы говорим о структуре. Структура сайта начинается с кластеризации семантического ядра. Кластеризуем семантическое ядро для того, чтобы избежать ошибок, связанных с тем, что у вас на одной странице размещаются или продвигаются запросы с разным интентом. Ну, например, запрос, не знаю, купить картину и, не знаю, вернее, картина для спальни и купить картину для спальни. Картина для спальни – это запрос, который довольно широкий. Интент у него заключается в том, что вы ищете картину для спальни, вы еще не осознали того, что вы хотите, да. А купить картину для спальни говорит о том, что у вас уже коммерческий интент. Вы идете покупать картину для спальни и поэтому в этом случае у вас будет выдача коммерческая. Далее, после того, как мы кластеризовали все эти запросы, да, мы переходим к тому, что… А, ну давайте про инструменты. Инструменты, которые я использую для кластеризации – это JustMagic, Pixel Plus и PromoPult. Довольно удобно во всех этих инструментах структурировать, кластеризовать свое семантическое ядро. Далее переходим к лиматизации. Следующий этап построения структуры сайта – это лиматизация. То есть мы разбиваем все наши запросы, все наши кластеры, вернее, на леммы. Здесь вам поможет инструмент от Арсенкин. Арсенкин Tools – очень удобный инструмент. Это необходимо для того, чтобы вы классифицировали и сгруппировали ваши, соответственно, ваши кластеры. Ну и далее формируем уже структуру. Если я сейчас буду рассказывать полноценно о том, как формировать структуру, у нас уйдет далеко не минуту, не две, а уйдет, наверное, не знаю, час. Поэтому рекомендую вам посмотреть мое видео о том, как формировать структуру сайта на канале Кибермаркетинг. Не знаю, попрошу у Николая, чтобы он разместил ссылку на мое видео в описании. Всего вам хорошего, пока. Как вы собираете структуру сайта? Обычно я анализирую моих конкурентов, смотрю, какая у них есть структура. Это не лучший вариант взять, просто банально скопировать их структуру, потому что конкуренты, как правило, обращают внимание на их сильные стороны, и они, соответственно, и выкладывают в своей структуре. После этого, когда я вижу у них их сильные стороны, я понимаю, какие сильные стороны мои, и вижу, где можно действительно собрать трафик. И после этого создается уже моя структура с основой на мои сильные стороны, а не конкурентов. Поэтому я бы вам рекомендовал изучать конкурентов только с той целью, чтобы найти слабые стороны, где они все-таки генерируют трафик, и акцентировать внимание на свои сильные стороны, и после этого создавать структуру сайта. И создавая страницы, у вас, условно говоря, вот получаются наши структуры. Вот структура 1, структура 2, структура 3. И у нас, конечно же, вот унты женские, унты детские, унты мужские, это идут отдельные страницы. Унты женские, это по полу у нас, унты мужские и унты детские. Обращаю внимание, что все на самом деле страницы будут находиться на этом уровне. То есть вроде бы логично, они находятся по полу, но страницы по полу не существует. У этой страницы нет трафика, поэтому ее не создают. Поэтому создают еще вот так вот остальные страницы, и они вот все логично просто идут вот так вот одни под другими. Единственный момент, что как-то визуально это выглядит не очень удачно, потому что их нужно расположить вот так вот в несколько рядов, 9 вниз, но они все на одном иерархичном уровне. И соответственно потом идут натуральные, из оленя, камуса и тому подобное. Натуральные, из оленя, унты из камуса, фабричные, соответственно фабричные и меховые. И аналогично же, морегар, якутский, унты с бисер. Точно так же. Вот так вот будет выглядеть структура вашего каталога, с которого пользователь может попасть на вот эти версии страниц. Каждой странице выводится список товаров, и список товаров является уже карточкой товара, на которую попадает пользователь. То есть на самом деле здесь не пишется какой-то текст, это категория вашего интернет-магазина. И если мы обратим внимание на наших конкурентов, в принципе оно так и реализовано. Подгружается просто матрица других товаров, но ссылка, я нахожусь на женских унтов с мехом густым пушистым. То есть я в женские унты залез и смотрю, какие они бывают. Вот, соответственно, мы перебирали все варианты, все что есть, и как вы видели, семантики нашли только то, что осталось. Почему у конкурентов иногда есть рубрика, которая в семантике отсутствует? Потому что есть товар. Не всегда товар популярен в поиске, не всегда его ищут именно в поиске. Некоторые товары визуально покупают, не ища конкретно как он называется. Знаете, существуют сервисы, в которых пользователи вбивают сюжет фильма, чтобы узнать его название. На самом деле, огромное количество товаров попросту не гуглится. Как бы ни странно ни казалось, там 30% запросов люди задают в поиск, но по факту на них попасть, на них по органике практически не попадают. Точнее, там попадают следовые количества, либо запросы слишком вариабельные и не имеют общей направленности. Напоминаю, что в семантическое ядро включаются реально запросы, которые попадают, как говорится, в условия запроса пользователей. То есть, ключевое слово – это некий фильтр попадания под запрос пользователей. Иногда запросы могут быть рандомными, огромными, длинными. А ключевое слово всего лишь является объединяющим фактором, логическим объединяющим фактором. Напоминаю, белый котенок, пушистый, ангорский попадают под ключевое слово белый котенок, пушистый котенок, ангорский котенок. То есть, все эти три ключевых слова, они попадают под мою длиннющую фразу. Я, получается, в обоих вариантах дал по одному эффекту, но я спросил уже другое, я спросил это длинное слово. Более того, если я переставлю слова местами, я все равно буду попадать под эти ключевые слова в трафик. Но мой запрос будет уже другим и уникальным. Люди не задают одни и те же слова в точном соответствии. Люди задают слова по-разному. Не спорю, поисковая система предлагает, добавляет слова, когда вы их вводите. Например, когда вы вбиваете слова на смартфоне, вбивая, допустим, там, «Унты купить», «Унты купить», то поисковая система сразу может предлагать вам уже варианты, там, «Онлайн», «Якутск». То есть, это уже можно увидеть, как оно сразу предлагает Google. А если зайти в Яндекс, допустим, вот вбить «Унты купить» и сразу нажать «Пробел», вот вам все варианты, которые предлагает Яндекс. Вы должны это понимать. Я взял за пример этого сайта, то есть, на самом деле, я могу рассмотреть и другие ваши сайты. Для того, чтобы я их рассмотрел, пишите мне, общайтесь со мной, я думаю, их разберу на очередных вебинарах, когда буду писать следующие гайды. Так вот, структура сайта, она может быть избыточной. Некоторые пункты могут присутствовать, но у них не может быть трафика. На что же нужно учитывать, когда вы создаете фильтр? В первую очередь, у вас должны быть товары под этот фильтр. То есть, под созданный фильтр должен быть создан уникальный контент. У интернет-магазинов уникальным контентом являются карточки товаров. Это их уникальный контент. Если же вы сайт услуг, то вашим уникальным контентом является четко прописанная услуга под выбранные запросы. И когда ко мне приходит клиент и говорит, я занимаюсь документацией, и у меня там для Барнаула одна страница, для Абакана другая страница, а по факту они ничем друг от друга не отличаются, кроме названия города, это дубли и мусор. В то время как эта страница, в зависимости изделия из меха и шапки, то есть, допустим, унты комбинтированные и унты марегар будут показывать разные унты. Это будут разные товары, разные страницы. Поэтому вы должны на это обращать внимание, что в зависимости от того, что вы выбираете, какой у вас будет бизнеса, у вас будет свой принцип уникализации. Интернет-магазины уникализируют свою структуру благодаря карточкам товара. Все остальные бизнесы уникализируют свою структуру благодаря исключительно контенту на этих страницах. И он должен быть действительно уникальным. Я, например, являюсь противником стратегии, когда создается на одну страницу услуг, создается вот сколько городов в России, столько копий. Эта стратегия, я знаю, что позволяет обманывать Яндекс. Иногда это получается, иногда по низкочастотке получается пролезть, но эта стратегия, я уверен, что Яндекс начнет с ней бороться, потому что Google уже это все склеивает. И ни одного сайта, который продвигался по этой методе, я в Google в топе не вижу. Ну, именно по всем этим запросам, чтобы под домены все эти вылезали в топ. Я не вижу этого. И на самом деле это так, потому что контент такой не работает. Продумывая структуру, вот эти вещи лучше не делать. Не делайте вот эту копию страницы под город, это не работает. Один из клиентов, конечно, пошел чуть по другому пути. Наш клиент, которым мы работаем уже много месяцев, он занимается ремонтом стиральных машин. И у него действительно отличные результаты по SEO, и у него структура продумана по логике. То есть, например, если мы посмотрим на структуру ремонта стиральных машин, вот у него ремонт всего, всех изделий. Можно посмотреть. В ходе на ремонт стиральных машин, соответственно, выпадают конкретные услуги. И на некоторые услуги созданы страницы. Единственный момент, что надо еще поработать будет над дизайном, чтобы сделать конкретные элементы, можно было понять, что это услуга. И что очень важно, да, вот здесь мы добавили вопросы-ответы для страницы, это очень полезно. Вот, то есть, также можно здесь смотреть варианты, как отвечать на основные вопросы. То есть, на самом деле, контент очень большой у страницы. И, конечно же, клиент, если интересует конкретный ремонт стиральной машины, он может кликнуть в Индезит, либо попасть на эту страничку из поиска. Но для страницы Индезит совсем другой контент. Тут другие вопросы, даже другие ответы. И часто они отличаются, потому что у разных стиральных машин разные кнопочки. У разных стиральных машин чаще всего реально разные поломки. И для каждой страницы собраны разные вопросы, и под них подобраны разные ответы. Даже вот коды ошибок, мигают все кнопки, вот конкретно, да, мигают и не включаются. Эти все вещи, допустим, код ошибки F08, вдумайтесь, да, то есть, вот под каждую страницу, вот так вот надо глубоко собирать. Тогда они получаются действительно уникальными, а благодаря тому, что они уникальны, они ранжируются и лезут в топ. Поэтому, продумывая структуру, вы должны продумать уникальность каждой страницы, чтобы она реально отличалась. Мало того, что ценами, так еще само собой отличаться должна еще контентом. Точно так же касается любой другой марки. И вот за счет этого блока, в хозяйке на заметку часто задаваемых вопросов, мы, собственно, и сделали этот трюк, и уникализировали абсолютно похожие страницы между собой. Понятно, что работы тут еще много, уникализировать достаточно много, но на самом деле создать структуру достаточно просто. И сервисы для того, чтобы создавать структуру, будь то Excel, будь то Octopus, будь то Mindmeister, тот же, который я, собственно, хотел вам показать. И, конечно же, Mindmeister это точно такой же метод создания структур сайта, который, в принципе, вот мы понимаем. То есть, например, на самом деле, вот Mindmeister очень полезен, он позволяет структурировать работы по созданию сайтов. Я, собственно, над этим работал, как раз вот по одному из проектов. И в Mindmeister вы можете сразу нарисовать структуру своего будущего сайта. И вот просто, если вы скопируете так, как есть запросы, вот вы... А, он так не понимает. Sorry. Извините. Главное. Странно, что мы не понимаем. Нет. Не понимает. Пол, материал, виды. Единственный момент, что вы должны понимать, что... А, там надо было разделить на узлы. Ну вот пол, вот у нас унты женские, унты мужские, унты детские. Вот мы выбрали. Вот разделить на узлы. Sorry. Материал точно так же. И виды. И виды. Sorry, надо разделять на узлы мгновенным. Само собой мы забыли каталог. И вот эти все вот наши страницы, которые страницами не являются, вставим сюда. Для удобства. То, что будет являться страницами, да, мы как-то обычно выделяем. То, что страницами не является, мы выделяем, допустим, каким-то серым цветом, чтобы не обращать на них внимания. Потому что, на самом деле, вот некоторые моменты, да, нужно понимать, что не нужны. Ну вот так, пускай будет. Понятно, что будет это наше подразделение. Вот эти вот конкретные страницы нам нужны. Ну и, соответственно, те страницы, которые мы прописывали в Octopus, их точно так же нужно перенести сюда. Вот, партнеры, отзывы, сертификаты, прессы нас. Но я не буду этого делать. Я думаю, с Майдмейстером вы разберетесь сами. Я про него уже рассказывал. Это сервис, действительно, который позволяет рисовать интеллект-карты и даже раздавать задачи в них. То есть, пока вы работаете с картой, вы можете дать задачу, допустим, подобрать там описание унтема-райгор, да, допустим. Вот вам наша задача там, допустим, сделать, то есть, что вам надо сделать по странице. Это описание, title, title description. К примеру, да. Описание страницы нужно будет написать. Копирайтеру ТЗ задачку, title description SEOшник. SEOшник видит список задач страницы, да, он под них пилит title, description и, конечно же, сдает вам всю работу. На этом все. Не забываем подписываться на наш канал. Задаем вопросы в комментариях. Я с удовольствием хочу рассмотреть, как вы собираете структуру сайта, на что вы основываетесь. Это некоторые азы сбора структуры сайта. Я думаю, более подробно, технически мы рассмотрим детально на вебинарах, как собирать структуры сайтов. По поводу структуры сайтов для интернет-магазина. У меня есть большая статья на SEOquiki. Я рекомендую ее сходить, почитать, посмотреть. Я ролики записывал по поводу каталога интернет-магазина, как нужно делать правильно. И уделял этому внимание, конечно же, на вебинарах. И не забываем слушать наши подкасты. Я рассказываю много чего интересного. И, конечно же, до новых встреч!